Ну что, посмотрите, с каким прекрасным видом мы сегодня ночевали. Шикарно. Здорово проснуться и сразу выйти на красивый вид. В Дагестане есть кайф того, что с водой нет никаких проблем. Везде стоят такие крантики и вода здесь родниковая. Ну пойдемте, я вам покажу, с каким видом мы будем завтракать. Смотрите, какая красота. Яичницы с помидорками, дагестанские помидоры вкусняцкие, сыр. Который мы недавно купили, домашний. Ну и собственно, сам вид. Раз водопад, два водопада и три водопада. Топот. Сейчас пока завтракали, сюда приехал полицейский, ну что-то фотографировал какую-то будку. Подошел ко мне, поинтересовался, как отдыхается. Холодно ли спать было ночью в машине. И кстати, да, прикиньте, вчера было 37 здесь. А ночью температура упала же до 13. И было реально прохладно. Я ему говорю, ну сегодня такой перепад. Он говорит, нет, здесь на Плате всегда так. Летом жара, днем. А ночью падает температура. Особенность. Я говорю, на Сулаксном каньоне, говорю, нормально. Он говорит, да, на Сулаксном каньоне нормально. И еще, ребята, кто хочет посмотреть кадры с дрона, вот с этого места, обязательно посмотрите предыдущий выпуск. Там эти кадры есть. Мы отъезжаем с этого места на Челега, но пока не с Топского этого водопада, потому что мы хотим сделать еще одну фотографию на одном месте. Точнее, с одного ракурса. Вот тут, видите, ребята с группы отдыхают. В Дагестан, на самом деле, много людей, которые берут, покупают туры и ездят турами. Но в этом случае вы очень сильно ограничены по времени. Ну, типа, вам говорят так, у вас есть 10 минут на фотографию. И все. Мы предлагаем другое. Мы предлагаем приобрести наш авторский гайд по Дагестану. Согласно нашим роликам, вы сами все видите, мы путешествуем вот с такими даже маленькими детьми. Ночуем в диких местах. Там прописаны всякие стоянки, кафе, рестораны, вкусная кухня. Там очень много всего интересного. Как делать красивые фотографии, все эти ракурсы, все там есть. Советы, лайфхаки и рекомендации. Гайд насыщенная, цена всего лишь 490 рублей. Смело приобретайте. Ссылочка в описании. Вот, ребятки сидят, делают фотографии. Все фотографии у Настеньки в телеграм-канале. Тут, видите, перетягивание каната. Коза или пацаны? Сильно, вы не резко не дергайте, потихоньку тяните. Вот и сразу беленькая бежит, видишь? Мы сейчас едем в место, которое очень захватывающее. Как всегда, вот в таких местах будет страшно там находиться. Чуть позже поймете почему. Но оно очень красивое, и, конечно, его очень хочется посетить. А пока давайте немножко дороги. Мне в Дагестане очень нравятся вот в горах вот эти вот разломы. Это такие, знаете, маленькие каньоны. Выглядит, конечно, магически. А вот мы проезжаем Гацатлинское водохранилище. Здесь такая огромнейшая скала. Ну и, конечно же, виды. Какие красные, посмотрите, скалы. Они прям красные. КОНЕЦ Да, дорога сюда живописная. Только не от слова красиво. От слова животные. Потрясающе. Привет! Привет, Рома! Ослы, отстаньте! Родик, здесь ослы у меня. А, я тоже? Да, в общем, кайфуем как можем. Просто кого здесь только нету. Дай. Путешествуйте по Дагестану, обязательно с тобой возите фрукты, яблоки, винограды, бананы. Все, что можно отдать. Ты не подходил, он тебя не внедет. Держи! Дорога к этой Диснине, конечно, так себе. Мы оставили машину на парковке. Вот так вот. Я не знаю, платная она или бесплатная. Вообще, люди оставляют еще вдоль дороги. Но я не рискну, потому что здесь камнепады есть. И, не дай бог, зашибет. Совсем не хочется. Здесь, значит, полно всяких указателей. Вот, кстати, стоянка бесплатная. Здесь же кемпинг. Ну, видимо, здесь просто можно поставить палатку. Здесь сплав по реке. Завтрак, обед, ужин. Вот. И начинается вход. Так, вот с такой таблички. Софья Геннадьевич. Погиб здесь 23 августа 2021 года. Спасает детей и женщин из селевого потока. За отвагу он награжден медалью за спасение погибших посмертно. Да, горы делал такое. Вот посмотрите, какой здесь обрыв. Просто невероятная высота. И вот так вот здесь, видимо, через это вот, как раз через это ущелье сходят сели. А еще обратите внимание, посмотрите, здесь ограда. Вот эта вот, да? Сделана в цветах плага Дагестана. Вот здесь сейчас все сухо. Пока оборудовано. И, кстати, что здорово, это бесплатно. Просто идешь и идешь. Возможно, там дальше будет какой-то вход дополнительный, где возьмут денежку, не знаю. Но пока все бесплатно. Единственное, что здесь не рекомендуют это место посещать в дождь, после дождя. Потому что, вот говорю, могут возникнуть сели, камнепады и так далее и тому подобное. Поэтому не рискуйте. Ходите в солнечную погоду, которая уже постояла хотя бы день-два. Вот за нами идет группа с дагестанскими гидами. Он говорит, что в том году пошли ребята в мелкий дождь и погиб турист. Упал камень сверху. Поэтому не делайте так никогда. Смотрите, наверху висят тросы. Видите? Это они висят для того, что если здесь резко в дождь идете, пошли и сели. То есть, представляете, какой высоты здесь сели? Гигантские просто. И вот эти тросы нужны для того, чтобы вы могли хотя бы схватиться, чтобы не погибнуть. Вот, но пока здесь сухо, видите? Даже заезжают сюда машины, вон мотоциклы. Пока, как говорится, все хорошо. Поэтому мы сюда и отправляемся. Поднялись по лесенке на первую плату. Виды, конечно, магические. Да, вообще невероятная красота. Вообще, едешь в Дагестане и все строится, строится, строится. Развивается только. Вот, видите, здесь делают, не знаю, наверное, кафешка какая-то будет. Красиво. Невероятная красота, ребята. Фух. Вот, видите, здесь вот эти русла. Как раз для потока серевого. Сейчас они сухие. Здесь можно в пасмурную погоду, в тесненную не заходить. Опасно для жизни. Высокая вероятность падения камней. Надевайте каски. Каска 25 рублей. Еще можно надеть резиновые сапоги. Видите, здесь так все это дело дается в прокат. Так, Темка, мы еще не дошли. Ну, как тебе первое впечатление? Круто. Круто? Как ты, Лиза, мы еще не дошли. Ну, как тебе впечатление? Давно не ходили по таким местам, по горам? Да, давно. Да? Я только что вот, как сказать, прижался к гиду и спросил у него как раз про дождь. Он говорит, да, сюда вообще не суйся. Никогда. Мы существуем на том, что горы ошибок не прощают. И, конечно, ни в коем случае даже в мелкий дождик никогда в горы не ходите. Здесь есть такой вот информационный стенд. Нельзя оторвать растения, разжигать костры, мусорить это, естественно. И вот это я не совсем понял, что это такое. Мы, видимо, прямо сейчас уже будем заходить в саму теснину. А у нас, видите, такая вот скала здесь. Сразу встречает мулыжники. Нет, еще не теснина. Пока то же самое. До нее идти, по-моему. Что-то я читал, километр, что ли. Километр? Вот мы сейчас туда попадем, будем смотреть, снимать. Вы в комментариях напишите, что вам напоминает. Дам подсказку. Какой фильм. Вот, вы знаете, я ни разу не ходил вот в горах вот по такому вот рельефу. Понимаете, вот это вот все камни, которые сошли с гор, когда были дожди. И ты идешь просто вот перешагивая их, перешагивая. То есть, получается, ты идешь по руслу, ну, какой-то реки, которой пока нет. И наслаждаешься, конечно, этими круговыми видами. Кто-то вот так вот делает на полянке пирамиды из камней. И здесь, на самом деле, целая лужайка этих камушков, построенных пирамидах. Посмотрите, вот туда вот в углубление все уходит. Двигаемся дальше, дальше, дальше. Вот, получается, видите, как-то вот все в ущелье, в ущелье, в ущелье. Как-то дорога идет. Дорога идет и поверху идет, и понизу идет. И непонятно, как лучше идти. Какой рельеф начинается. У меня такие. Так, пробираемся. Есть немножко воды. Вот, кстати, мы не одни, кто с детками. Поэтому можете смело ходить. Но, как правило, дети вот так ходят на руках. Поэтому нужно быть к этому готовым. Но мы превыше. Уже третья на руках растет. Путешествие на руках, да? Сынок, на тебе канал открытый на ктубе назвать Путешествие на руках. Да, 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 да. Да? Я пока говорю. Начали, мы начали заходить. Видите, какие штуковины. Вообще, высоченные-высоченные. В початку в хорошую погоду хорошо ходить. Да, да. А так придет сапоги делать, резиновые каски. Да, да. Вообще невероятная красота. Да, получи. Только добро. Да, получи. Добро? Не далеко. Вот идешь, получается, вот. И по руслу, когда, видимо, здесь все течет, бурлит. Как мы идем по руслу. Да. Можно идти по верху, кстати. Вот есть лесенка. О, папочка, вы из вода не хочешь? Двигаемся дальше. Да, сынок, что такое? Вот так хочешь смотреть хочешь? Вот так хочешь, папочка, иди. Походу, начинается. Смотрите, как прикольно сделали. Палками подперли. Ну, понятное дело, они не держат, но в целом, да, атмосферно смотрится. Посмотрите, какая высота. Над головой просто. И она круговая. Заходим вот сюда. Видите, везде вот такие вот канаты. Видимо, они потом что-то останавливают. Такие хероченные тросы. Может, папа, когда здесь щели происходят? Ну, а дальше нас ждал сюрприз. Конечно же, вот такая вот лестница, по которой нам сейчас предстоит забраться вместе с детьми. Так, ну, сейчас будем пробовать. Так, ребята лезут. Первый вот гид помогает. Мы поднялись, у нас получилось. Кстати, как небольшой совет, если будете тоже подниматься по этой лестнице, на левую сторону ставьте упор, и тогда нога не поедет. Если вы готовы, то пойдемте. Это очень круто. Посмотрите, что здесь. Это нереально. Вау! Высота! Какая высота! Это что? Это вообще что-то нереальное. Бери. Да уж. Мне кажется, здесь даже из лишней просто слова. Здесь нужно просто идти и наслаждаться. Причем, самое интересное, что смотрите, вот, например, вот эта вот порода, она красного цвета. Обалдеть! Дальше еще интереснее. Мы просто сейчас останавливались. Сделали фотографии, попали как раз в момент, когда вообще не было людей. Конечно, из неприятного, ребята, это мусор. Бери, никогда не оставлять. Что, неужели нужно банку донести? Ай-яй-яй. Ух-ау! Что-то невозможное. Там, смотрите, там камень висит. Настена, смотри, там камень висит. Огромный булыжник. А помнишь, на кресетах ее в то время же было все? Там камни. Невероятно. Мы ничего лучшего не видели, да? Да. Это что-то невероятное. Смотрите. Смотрите, мы продолжаем идти дальше. Вот они, булыжники, торчат. То есть, они же откуда-то начали падать. Они падали и застряли. А дальше, посмотрите. Это просто, это, я не знаю, это не Земля. Это просто мы на каком-то Марсе. Обалдеть. У меня нет слов. Так, давайте продолжать двигаться. Я бы здесь, как говорится, стоял бы и стоял. Но то, что здесь вот так вот камни, это, конечно, невероятно. Сейчас попробую, сделаю классную фотку. Смотрите, мы сейчас находимся прям над камнями. Так же птицы летают. Нереально вообще. Я не знаю, это просто такая сумасшедшая локация, которую я рекомендую посетить обязательно. Только в сухую погоду. Даже если вы приезжаете в Дагестан на один день, просто сюда. Вы с ума здесь сойдете, вот серьезно, это невероятно. Посмотрите, а вот эти камни, вот, они все-таки провалились. И нашли свое место. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Господи, что это такое? Я даже не представляю, сколько здесь высота этих скал, но то, что это невероятная красота, ничего не сказать. Вот ты проходишь, делаешь шаг и останавливаешься, потому что хочется понаслаждаться. Да, да, Мирончик, смотри, какая высота. Смотри, какие красоты, сын. Вы понимаете, какая у него реакция на это место? Так, запоминайте, вот местечко, тоже классное для фотографии. Встаете, делаете фотку. Так, мои куда-то уже ушли. Вон, я слышу голоса. Здесь уже больше света. И, по-моему, мы из этой самой теснины вышли. А вот и нет. Перед нами еще одна лестница. И это уже на минуточку не металлическая лестница, а просто палки сколоченные. Просто сколоченные палки. Сейчас я вам покажу. Так. Что, Гриш? Мы это сделали. Это было непросто. Да, с таким маленьким это, конечно, вообще. Так, ну а дальше, вот. Такие виды. Самый, конечно, кайф остается сзади, вот где мы с вами изначально шли. Да. Вон, пацаны, сколько раз падали. Смотрите, какие они все грязные. Ой. А тут, гляньте, это же вот все баллы. Прикиньте. Невероятно. Оставляю своих здесь, на пятачке. Вот, а сам хочу пройтись чуть дальше. Дальше, в принципе, дороги больше нету. Как бы смысл даже не ходить туда. Нету, но все же попробуем пройти. Там просто, видите, уже все. Камни, 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 камни. Не, не надо, не надо. Мы наоборот хотели, Серёж, мы хотели туда, да. Да, вон, вон, вон. Вот, видите. То есть просто камни. А, ну, вену. Не знаю, возможно, что-то дальше еще можно пройти, как-то так полазить. Вон, мужчина один полез. Можно попробовать. Но, не знаю. В общем, сейчас еще интереснее, потому что нам нужно будет спуститься по этой лестнице. Лестница, конечно, так себе. А еще здесь стеснение встретили наших зрителей, которые смотрели выпуски про Беларусь. Да? Да. Вот так вот, прикиньте. Бывает такое. Про что я говорю, на спуске здесь прям пробка, потому что спуск сложный. Мы спустились. Теперь вы точно знаете, что это сделать возможно, но опасно. Но еще самое главное, что здесь очень отзывчивые люди, гиды, которые местные. Они вам всегда помогают. Вот очень хороший парень помог и нам, и дедушкам. Молодец. Как я делал? Он их подавал мне на лестницу, потом я их просто вот так прям на руки садил и спускался аккуратно. Ну, а так, собственно, с трех. Но на вот это место и нет смысла. Ну, если есть желание, конечно, лезьте, но по сути самый кайф это вот здесь вот, куда, собственно, мы сейчас и дальше возвращаемся, потому что маршрут не круговой, а ты дошел до тупика и двигаешься дальше, тем самым получаешь двойное наслаждение от этой теснины. Теченье невероятное. Лехать некуда. Мироша никак не хочет уйти отсюда. Вот он сел и сидит, изучает все. Мы ушли. Сын, пойдем. Тихо, 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 камни, тихо. Аккуратней, сынок. Молодец, давай топай, догоняй. Оп. Вставай. Ой, в гордом они делали. Давай, давай, сынок, пойдем. Да, пойдем, сынок, пойдем. Молодец. Так, ура. Сейчас поедим фруктов и отправимся дальше. Мы прыгнули в машину, перекусили немножко фруктами и выдвигаемся в следующую достопримечательность, которая тоже очень крутая, вот прям максимально. Поэтому не переключайтесь, погнали. Мы по пути на ту достопримечательность заехали, значит, в село. Здесь пост, ДПС, вот это блок посты. И судя по названию, аварская кухня, здесь живут аварцы. Вот кто не знал, в Дагестане нет такой национальности, как дагестанец. Есть, здесь, по-моему, 18, если я не ошибаюсь, живут национальностей. Каждый разговаривает на своем языке. И здесь, я так понимаю, аварцы. Мы решили тут не кушать и поехать дальше. Что-то нам не зашло заведение. Вот мы едем, посмотрите, какие здесь другие горы. Они такие, знаете, прям песочные. Вот как-то я уже говорил, что здесь вот туда повернул одни горы, и сюда повернул другие горы. Гляньте, какая красота. В общем, приехали мы на Сатанский водопад. И здесь напомнило мне Крым. Сразу подходит чувак и говорит, парковка платная. 100 рублей. Короче, здесь платная парковка. Походу и вход будет платный. Мы забрались наверх. Это село Салта. Мы здесь пойдем вот в это вот кафе. Такое, интерьерные ковры. Красиво. Пока плов готовится, мы решили с Мирончиком немножко пройтись, да, сынок? Посмотреть. Здесь такая, типа, крепость, либо это руины. А мне еще здесь, в Дагестане, кстати, нравятся вот эти вот, видите, стоит символ, либо это что-то обозначает, слово какое-то. Точно не знаю, кто в курсе, напишите. Это все дело подсвечивается. И вот так вот в горах есть места, где стоят вот такие вот иероглифы. Есть их можно назвать иероглифами. И вот такой вот вид у нас открывается. Да, Мирошка? Иди ножками пройдись. Походи. Мы заказали плов с бараниной. Я хороша. Я хороша. Лопсичка, стоим. Лопсичка? У тебя все хорошие карты были. Нет, плов зажальный. Нет, у меня не было бы. Давай, вкусно. Мы пообедали. А что вышло в кафе? Что вышло в кафе? 825. 825 рублей. 4 пола, компот, хлеб. Идем на водопад. Он очень красивый. Поэтому не переключаемся. Начали путь. Здесь, кстати, есть еще кафе. Шашлыки, чуду. Там все есть. Вот так оборудованная. Салтинская теснина. Такое же информационное табло. Как и было изначально. Под ногами песок. Прикольно. Здесь они, видимо, сделают вот такую плиточку. Вот такие вот водоотводы. Идем вот так вот, видите? Прямо под скалой. Кто росточком повыше, будьте внимательны. Так, нам на пути, видите, первый водопадик встречается прямо из скалы. Ой, здесь обвал. А может быть, это специально разрушили, чтобы сделать непосредственно вот такой вот проход. А вот здесь туристическое. Вот еще кафешки. Шашлык 500. Часть яберецом. Чайник 150. Кофе заварной. Один стакан 150. Мед горный. Один килограмм 1500 рублей. Там же продают шапки. Так, и вот она начинается. Теснина. Сегодня прям выпуск теснин, я вам так скажу. Сами не ожидали, что так получится. А вот посмотрите, как интересно. камень лежал, они просто вот так вот в него засверлились, не вырубая. Здесь, кстати, тоже можно взять на прокат резиновые сапоги. Вот, но мы делать этого не будем, потому что дождей нету. Все сухонько, спокойненько. Смотрите, какие виды. Мирошка всячески пытается свезть с рук, чтобы идти один. Я потом за путешествие не хочу ходить. Давай ручку, пойдем. Мамочка, не хочешь мамочку? Такие тверчки в скалах. Потрясающая природа. Видите, какие углубления, такие пещеры. И на трубе смотреть написано питьевая вода, купание запрещено. Кстати, еще раз расскажу, что вот эти вот камни, они очень скользкие, поэтому если будете двигаться по нашим стопам, то помните об этом. вот здесь еще одна кафешечка и резиновые сапоги дают в прохват. Там, походу, придется где-то идти вброд. Чувствуешь, как свежо стало? Классненько. Резко прям шаг сделали и сразу такая свежесть, аж вот аж холодно. О, слышишь? Слышишь? Ничего себе. Обалдеть. Все, сейчас мы будем с вами попадать в теснину. Вот прям сейчас обалдеете. Так, начинаем движение. Смотрите, просто в таком вот узком, видите, узком-узком проходе мы идем. Здесь прям прохладно и это очень хорошо на самом деле. Ух ты! Вообще, когда после дождей здесь вода стоит, поэтому и дают резиновые сапоги. Но возможно, там дальше тоже будет вода. Смотрите, вот опять камень обвалился и застрял. Калдина. Слава Богу, если этот человек вас посмотрит... Мы просто, я не знаю, на другой планете сегодня вместе с вами. Плесня. Ну иди пройду, смелки в нее. Что, там не пройдет? Нет, ну там дальше пройдет, там надо зарезать. Зарезать, держаться. А мы сегодня проходили. Канак, сей. Сей. Канак, сей. Канак, сей. Нет, там не сейс, там надо. Канак, сейс. Так. Ладно. Нам вот тут говорят, что мы можем не пройти с Мироном, но они же просто не знают, кто мы. Так, вот видите, я пошел грил, вода. И нужно идти очень аккуратно. Давайте, давайте, парни. Верх, аж там. Ох, вообще. Вот, видите, вода есть. То есть, мы-то идем в тапках нормально, а вот то форсовках не очень. Но когда ее больше, да, нужно лучше, все-таки, взять в прокат. Сапоги. Оно здесь. Смотрите, вот еще камни застряли. Камни. Подолбеть. Невероятно. Вот это да. Вот это да. Да, другая планета. Невероятно, вообще. Это просто все в камнях. Ух ты. Так, мы будем подниматься. Здесь, смотрите, вот такие вот натянутые троса, потому что по-другому не поднимешься. Строго держаться, Артем. Строго держаться. Так. Настико с Мирончиком пока остаются здесь, а мы будем подниматься. Давайте, давайте. Да. Виды, конечно, просто очень крутые. Да, оборудовали. Оборудовали нормально. То есть, ну, можно. И вот тут вот все заканчивается. Ну и, собственно, давайте спускаемся. Вот сюда, ребята. Аккуратно. Так. И, собственно, вот отсюда, когда он полноводный, здесь и бьет струя. Но сейчас это выглядит вот так вот. Ну, тоже неплохо. Да, красотень. Ну, как же я Миронечку не покажу этот водопад? А говорил, не пройдем. Конечно, очень бы хотелось видеть этот водопад, когда он насыщенный. Но, к сожалению, так. Здесь вообще, видите, в дожди не рекомендованной где-то набираться. Но место вообще крутое. Как итог, место вообще прекрасное. Прямо вот такое вв-вв... Но не хватило мощности водопада. Ахтем! В общем, мы сейчас поедем дальше искать ночевку. и попозже посмотрим, где мы встанем. Планируем где-нибудь на горе с видом на село. Вот мы едем в Гунип. Посмотрите, какой обвал произошел. И он произошел вот прям недавно, потому что здесь как раз техника работает. Прикиньте? Жесть вообще. Мы приехали в село Гунип. Ну как приехали? Мы сюда забрались. Почему забрались, поймете чуть позже, когда я вам включу в конце видеоролика дорогу сюда. Этот серпантин, я по такому, пожалуй, в жизни не ездил. Это было жестко. Еще мы ехали за груженным самосвалом, песком. Здесь по сути-то смотреть не нужно. Есть единственный сквер Победы. Вот туда хочется сходить, а тут открывается вид. Потому что это село находится на приличной высоте. Смотрите, какие шикарные здесь виды. Мы вообще думали, может быть здесь прям на парковке. Переночевать здесь прямо администрация. Но мы думаем, что здесь будет очень шумно и будет дискомфортно. Посмотрите, какой здесь атмосферный домик. Мы сейчас подумали, а что бы нам куда-нибудь заселиться. В итоге я бы звонил примерно 7 гостишек, которые здесь находятся. Гостевые дома, гостишки, квартирки. У всех все занято. Представляете? Вот, поэтому поедем ночевать уже отсюда. В следующем видеоролике покажу. А пока идем в парк Победы имени Гамзатова. Здесь стена славы. И мы поднимаемся. Это, видимо, относительно новый сквер. Осторожно падают плиты. Ничего себе. А, вот, видите, просто ремонт идет. Поэтому могут, видимо, попасть в плиты. Огромнейшая стела. Вот это село стоит прямо высоко-высоко на горе. Сейчас в конце видеоролика я вам включу камеру. Я сейчас запишу, могу съезжать. И посмотрите, какие там крутейшие серпантины. Ну, а пока давайте посмотрим вид со смотровой. Участникам гражданской войны Губинского округа. Ой. Смотрите, какая красота. На закат уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какая красотища. Невероятный вид. Что, начинаем подниматься сюда. Здесь прямо крайняя точка смотровая. Есть бинокль. Красота. Вот даже отсюда можете посмотреть дорогу. Какие зигзаги. Обалденно. Будем этот видеоролик завершать. В следующем видеоролике покажу, где мы заночевали. Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчики. А сейчас, в конце этого видеоролика, смотрите дорогу, которая идет в Гунип. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok